Всем привет! Вы на канале все о звездах ТВ интересно знать. В этом ролике я расскажу вам о непростой судьбе красавицы актрисы, которую зовут Мария Порошина, о ее мужчинах, о детях и об отце пятого ребенка. Яркая, красивая и талантливая актриса, не так-то счастлива в личной жизни, как это может показаться на первый взгляд. Мария пыталась создать семью с Гошей Куценко, также актером, была женой Ильи Тревнова. В этом союзе родилось три дочери, которых зовут Серафима, Аграфена и Глафира. Раскол в семье случился, когда Мария забеременела в пятый раз и, как оказалось, отцом ребенка является вовсе не Илья, а совершенно другой мужчина. Несмотря на все неудачи и невзгоды, Мария стойко переносит все трудности. Она очень много работает, чтобы обеспечить свою большую семью. Она занимается воспитанием детей, которые являются настоящей отдушиной в ее жизни и не перестает нас радовать своим прекрасным творчеством. Мария Порошина родилась 1 ноября в столице 1973 году. Ее отец артист ансамбля «Березка», а мама была режиссером и профессиональной певицей. Мама умерла в 2019 году. Родители Марии развелись, когда ее родная сестра Анастасия, оперная певица, были еще маленькими. Вторым мужем мамы стал Дмитрий Назаров, известный многим по телесериалу «Кухня». Мария закончила школу номер 59 в городе Москве. Она углубленно изучала французский, занималась танцами и музыкой, также была участницей ансамбля «Березка». Она всегда знала, что станет актрисой и поэтому после школы она поступила во МХАТ. На втором курсе Олег Табаков отчислил Марию. Он в то время был ректором данного заведения, а также руководил этим курсом. Он посчитал, что Мария профнепригодна, но Порошина не сдалась и поступила в театральное училище имени Щукина, которое она окончила в 1997 году. После окончания этого училища Мария вела передачу «Шире круг», а также играла в театре, а далее снималась уже в кино. Дебют в кино состоялся с небольших ролей. Мария стала известна после сериала «Бригада» и телесериала «Всегда говори всегда». А также в 2020 году Мария участвовала в шоу «Танцы со звездами». В личной жизни, как и в творчестве, у Марии все далеко было не гладко. С Гушей Куценко она познакомилась еще при поступлении во МХАТ. Гуша был старше Марии на 10 лет, был опытный в амурных делах и обладал потрясающей уверенностью в себе. И Мария не устояла. Практически сразу пара стала жить вместе в гражданском браке. Вскоре Мария забеременела и родила дочь, которую назвали Полина. Замужку сынка так и не позвал, зато признался своей возлюбленной в своих многочисленных изменах. Как говорит Гоша, сознался во всем Марии, а она мне ответила «Дурак! Кто же о таком рассказывает?». Актриса не простила его и они разошлись по-хорошему, без ссор и без скандалов. Гоша до сих пор жалеет о том, что он расстался с Марией Порошиной. Она разрешила ему видеться с дочкой. Как потом показало время, Мария поступила мудро, ведь он всегда помогал материально растить своего ребенка. Да и самой Марии помогал пробиться в кино. Первым настоящим мужем стал Илья Древнов. Сначала они долго общались в театре, а затем потихоньку начали сближаться. Их дружба переросла в нечто большее. Сначала они просто жили вместе, а после рождения двух совместных дочерей пара решила расписаться. Из-за работы долго переносили дату регистрации брака. После свадьбы у них появилась еще одна общая дочь – Глафира. Несмотря на наличие своих детей, Илья никогда не обижал старшую дочь Марии от первого брака и относился к ней как к родной. Через какое-то время в семье возникли разногласия. Говорили, что и раньше между ними было не все идеально. Илья после каждой беременности Марии сомневался, сможет ли он поднять такую большую семью. Но Марии всегда удавалось сглаживать углы. К тому же Мария была востребованной актрисой, нежели Илья, что его тоже очень сильно задевало. В конце концов влюбленные отдалились друг от друга. Когда Мария забеременела в пятый раз, поклонники искренне радовались за свою любимую актрису. Оказывается, с Ильей они уже не жили вместе несколько месяцев. После развода актриса родила сына, которого назвала Андрей. Порошина так и не назвала имя отца, а Илья обратился в суд, чтобы оспорить свое отцовство. Многие думали, что отцом ребенка является Ярослав Бойко, партнер по фильму «Всегда говори всегда». А также они вместе играют в ряде нескольких спектаклей. Но актер лишь смеялся над подобными домыслами. Одних поклонников интересует, кто же отец пятого ребенка Марии. Это тайна, покрытая семью печатями. Но есть несколько версий. Первые, как знакомые, утверждают, что Мария встречалась с известным дизайнером Пьером Луи Виттоном. Говорят, что они познакомились на светской вечеринке. Но подруга Марии все отрицает. Говорит, что мужчина дарил Марии все-таки подарки, к которым она относилась совершенно спокойно, но никаких отношений больше у пары не было. Судя по второй версии, отцом пятого ребенка является некий российский чиновник, имя которого Мария скрывает, также не называет, так как он занимает весьма заметный пост. Также говорят, что с ним актриса состоит в отношениях уже несколько лет и он, как может, поддерживает любимую женщину, в том числе и материально. В настоящий момент Мария зарабатывает достаточно, это около 20 миллионов рублей в год. Она берется за любую работу и сама оплачивает расходы трех нянь. Она финансово независима и вполне может обеспечить своих детей.